И сегодня я немножечко хочу поговорить с вами о Святых Писаниях, потому что на этом месте мы разбираем Святые Писания, учимся чему-то, чтобы быть сильными духовно. И первое место, мы сегодня поговорим о двух буквально местах из Писаний. И первое место, которое я хотел, чтобы вы все открыли в своих Святых Писаниях, это Луки, 9 глава, 3 стих. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. Все вы знаете это, вы читали это, вы помните. Но я хочу, чтобы мы немножечко сейчас представили себе, перенесли себя в прошлое, когда ученики получили это наставление. И вы помните все, что Господь послал их по два человека, в каждое село, в каждое свое место, в каждый город. И вот они пошли и говорили проповедь. Потом Ешуа избирает еще 70 человек, и также им повторяет то же самое, но кроме одного пункта. Но об этом я сейчас не буду говорить. И он посылает еще 70 человек, по два человека, во все места Израиля проповедовать, исцелять, молиться. И также он им сказал, не берите с собой деньги, не берите с собой одежду, ходите. И вот теперь мы представляем себе, как это было. Представьте себе, пришли они в какое-то село, ну в город. Пришли два человека, начали учить, и тут солнце вышло, стало жарко, в животе забурлило, все мы люди. Им говорят, пойдем, пойдем к нам на обед. Их позвали, усадили, покормили. Они отдохнули. Отдохнули часик-два, пока солнце светило. Потом они вышли опять, пришли много людей. Они молились за них, говорили им слово от Бога. Наступал вечер, их позвали в дом, сказали, идемте. Им приготовили кроватку, приготовили вентилятор. Они переночевали, утром проснулись, уже стоял завтрак на столе. Когда он выходил, нечаянно порвал сандаль. Ай-яй-яй, ему подожди секунду, замерили размер, принесли новый сандаль. Если порвал, он нечаянно зацепился об дерево, порвал свою кофту, ему принесли другую. То есть ученики, они не заботились об этом. И эти проповедники, они ходили с утра до вечера, и это не было день, два, неделю. Это были месяцы, это были годы, когда продолжалось все одинаково. День за днем было все одинаково. Божья благодать была... Божья благодать, то слово, которое им сказал Господь, ничего не берите с собой, оно действовало и не один год, а примерно три года изо дня в день, когда у вас все то же самое. Ученые сказали, что чтобы выработать привычку, нужно примерно 60 дней. У кого-то это берет, может быть, меньше дней, у кого-то больше дней. Ну, примерно. Но они три года жили изо дня в день, проповедовали, учили, молились и ни за что не переживали. Когда они захотели есть, им накрывали стол. Когда они захотели спать, им стелили кровать. Утром их ждал завтрак. Но так было, было, было. И вот представьте себе этих учеников. Последняя вечеря. Господь собрал всего лишь 12 учеников в один дом. И вот когда, вот знаете, вот есть такая, ну, в фильмах есть такое, когда человек знает, что он уже скоро отойдет, он говорит какие-то последние слова. И он не говорит там, ну, что-то такое просто. Он пытается сказать что-то важное. И Иешуа точно знал, что его время подходит к концу. И он собрал учеников. И вы помните, как он сказал им самые важные слова в этот последний вечер, в этот последний день в своей, скажем так, свободной жизни? Он их учил. Он учил Петра. Он наставил его. Помните, как он сказал ему? Когда ты встанешь, обрати братьев своих. То есть он в последнем своей речи, он говорил самые важные слова. Это мы видим в Луки, 22 глава, 36-37. Тогда сказал он им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его. Так же и деньги. А у кого нет, продай одежду свою, купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Окей. И здесь, конечно, как бы можно увидеть эти слова, прочитать и подумать что-то о них. Но Ешоа здесь... Не убираю это место. Ешоа тут конкретно сказал одно очень важное откровение, которое мы можем увидеть. Он сказал, что иногда приходит к чему-то конец, и наступает что-то новое. Ешоа тут явно сказал, что иногда что-то старое заканчивается, и начинается новое время. Что это значит? Вот, допустим, парень и девушка. Вот они поженились. И вот до того, как они зашли в ЗАГС и поставили печать, у них была одна жизнь, и поставили роспись. Но они зашли в ЗАГС, они расписались, и у парня и девушки, они уже муж и жена, у них что-то наступило новое. Они не могут жить в новой жизни по старым своим правилам. Если парень стал мужем, он не может допоздна после работы сидеть с друзьями, смотреть футбол где-то там, приходить домой. Как он делал это до этого? Какие-то новые правила наступают в новом отрезке времени. Ешоа явно сказала, что одно время заканчивается, приходит другое время. И нам нельзя в новом времени, в новом отрезке, скажем так, в новой реальности приходить со старыми нашими знаниями. Есть что-то новое, что нам нужно понять. Например, когда у семьи рождается ребенок. Вот жила семья, долго там, допустим, долго, представим себе, у них родился ребенок. И они уже не могут жить так, как жили до того, как родился ребенок. Они уже не могут музыку включать громко, допустим, не могут пойти вдвоем куда-то погулять, потому что у них есть ребенок, есть ответственность. И у них есть что-то новое, новый отрезок жизни, в котором есть какие-то новые правила. Они не могут жить так, как они привыкли в новом отрезке времени. Это понятно? То есть, есть что-то новое. И Ешуа сказал, что вот сейчас пришел конец тому, что сказано, и я вам говорю, теперь, вот теперь с этой минуты, то, что я вам говорил до этого, это все правильно. Но сейчас, если у тебя есть деньги, возьми их с собой. Если у тебя есть еще запасная одежда, возьми ее с собой. Если у тебя нет меча, возьми его с собой. Сейчас, с этой минуты, как я вам сказал, что-то меняется, приходит какая-то новая реальность. И сейчас в этой новой реальности вам нельзя жить по старым правилам, которыми мы привыкли. Есть что-то новое, что иногда приходит в нашу жизнь. И не всегда это новое что-то хорошее, но оно приходит. Оно приходит в нашу жизнь. Вы знаете, 11 сентября жизни миллионов американцев изменилось. Вот они легли спать в одной реальности, а проснулись в другой. Вдруг они поняли, что безопасности нет. Вдруг они что-то... Они легли спать 10 сентября в одной реальности, А 11-го, когда рухнули эти башни-близнецы, они проснулись вдруг, и что-то новое пришло в ихнюю жизнь. И они не могли жить, как будто бы ничего не произошло. Что-то новое пришло в ихнюю жизнь, и также были новые какие-то законы, новые какие-то действия. Что-то новое приходит иногда в нашу жизнь. И Ешуа тут сказал, что иногда есть определенный период времени, который иногда заканчивается, начинается новый. Этот заканчивается, начинается новый. Что вы не можете жить плавно-плавно-плавно-плавно. То есть, да, мы хотим, мы хотим, мы привыкаем к хорошему, но иногда что-то заканчивается, приходит что-то новое. А как мы знаем, в старые мехи не наливают новое вино. Мы не можем в новое приходить со старой своей закваской. Мы не можем. И что-то иногда нам надо менять. Я помню, когда у нас в Донецке мы легли спать в Украине, а проснулись, а над нашей мэрией, главным зданием, уже флаг какого-то ДНР. И мы легли спать в одном реальности, а проснулись в другой. И от нас это не зависело, но это пришло в нашу жизнь. Это пришло в нашу жизнь, независимо от нас. И нам пришлось что-то менять. Миллионов украинцев, когда началась война, они тоже выехали. Что-то новое приходит в их жизнь. И не всегда это новое хорошее, но оно пришло. И Ишуа сказал, оно придет, и не всегда все будет гладко. И теперь представьте себе, вот это вечеря. Ишуа говорит им 12 учеников. Остальные 70 учеников еще где-то там. Если эта вечеря, последняя Господа была примерно в Иерусалиме, то 70 учеников еще ходили где-то по всему Израилю. Кто-то был в Бершеве, кто-то был в Кириадшмане, кто-то еще где-то был. И вот эти ученики, вдруг 70 учеников, проснулись утром и вдруг обнаружили, что у них нет завтрака на столе. Вдруг они проповедуют, проповедуют, проповедуют. Солнце вытекло, живот забурлил, а никто их не позвал на обед. Вот просто представьте себе, они не знали, что что-то произошло. Их не было на вечере. 12 апостолов еще не сообщили им, что сейчас поменялись правила. Что-то пришло новое, потому что телефонов не было, телеграфов не было, еще ничего не понятно. И эти ученики пошли, вдруг кого-то избили, а кого-то, может быть, и убили. Мы не знаем, но эти ученики столкнулись с новой реальностью, потому что, ну, так произошло. Они лягли спать в одной реальности, а проснулись совершенно в другой. Иногда наша реальность, она просто, ну, просто меняется, независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Вот жизнь каждого израильтянина, жизнь каждого еврея, независимо, живет он в Израиле или где-то за рубежом, она изменилась. Вот 7 октября наши жизни изменились. Мы не можем жить, как будто ничего не произошло. Мы не можем жить так, как будто бы пытаться засунуть что-то куда-то, жить по старым правилам. Есть что-то новое, что пришло в нашу жизнь. И независимо, где мы живем, в Израиле, в Америке, в России, в любой стране мира, каждый еврей вдруг 8 октября проснулся, и он понял, что что-то изменилось. И что делать? Иногда в нашу жизнь приходят какие-то штормы, какие-то катаклизмы, которые, ну, они приходят. Ишуа сказал, что будут штормы, будут ветра, не все будет гладко. Мы не можем думать, что всегда все будет так, или всегда все будет так. Потому что Ишуа сказал, что есть время, есть конец времени, приходит другое время, другое время, другое время, другое время. И жизнь течет, она не может стоять на одном месте. И вот мы, когда проснулись 8 октября, вдруг мы увидели, что в нашем сердце, может быть, это не у всех, но у меня так, я вдруг увидел что-то новое, какое-то новое чувство неприязни к тем людям, к нашим соседям, с которыми мы как бы жили. Вот у меня не было этого до 7 октября, но я проснулся утром, и вдруг я понял, что я, мягко сказать, мне жена не разрешила сказать это слово, не люблю тех, кто живет за тем забором. Вы помните, как сказал экклесиаст? Есть время любить, а есть время, жена мне сказала, не любить, скажи. Не любить. Вот знаете, вот есть всему свое время, и в каждой реальности есть свои законы. Мы не можем жить так, как жили по тем старым законам в нашей новой реальности. И все очень сложно. И сказать, что завтра все будет хорошо, это значит, я обману. Я не могу вам это сказать, но сказать, что Господь над всем, что Господь все равно следит за всем, что происходит на этой земле, я могу сказать, что это так. Что бы ни происходило, какая бы реальность ни пришла в нашу жизнь, она будет приходить. Но мы можем, мы можем знать, что Господь все равно над всем, все в Его воле, все течет так, как Он хочет. И самое главное, когда Ишуа сказал, возьми свой меч, как бы понятно, для чего меч. То есть, во-первых, конечно же, мы можем защищать себя, свою жизнь. Я не понимаю, откуда взялись эти учения, что христианин или человек, который верит в Ишуа, не может защищать свою жизнь. Из-за этого я видел часто ролики, когда стоят исламисты, и они, христиан, одевают розовые капюшоны, где-то там в Африке, еще где-то. Христианство там потерпело поражение, не потому, что христианство плохое, потому, что почему-то они не стали себя защищать. Но меч не только для этого. Я недавно смотрел фильм «Проповедник с пулеметом». Вот, казалось бы, это такой, ну, серьезный фильм, но его, ну, он очень интересный. Говорят, что он на реальных событиях, чтобы действительно был такой проповедник, который днем проповедовал Евангелие, молился за больных, кормил много людей, детей. А вечером, когда приходили те исламисты, хотели, ну, разбить церковь, как они делали, он брал автомат, и он отстреливался. И он побеждал, и спаслось тысячи людей, миллионы людей, наверное, не знаю. То есть, но это как бы не принято говорить. Но Ишоа сказал «Возьмите меч свой». Почему он так сказал? Ишоа сказал «Защити свою жизнь». Иногда в нашу жизнь, в наше сердце приходит то, что может нас убить изнутри. Когда мы видим врага, мы понимаем. А когда есть враг, который есть внутри, в нашем сердце. И что это значит? Какие враги есть? Вот когда мы просыпаемся в новой реальности, шторм, вот произошло что-то такое, что просто выбило тебя из колеи, что-то такое, что прям ты не можешь понять, как жить дальше. И в твоем сердце вдруг всплыла какая-то ненависть или разочарование жизни, или еще что-то. Оно может убить тебя изнутри. Поэтому Ишоа сказал «Прогони, возьми меч, удали от себя, защити свою жизнь любым путем». Ишоа никогда не отменял ничего. Он дополнял. Сначала он сказал одно, потом он сказал «Слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуйте». А я вам говорю, кто смотрит на женщину, тот уже прелюбодействовал. Ишоа он дополнял своей мудростью. Ишоа он дополняет Писание. И однажды он сказал «То, что вы делаете, делайте, но свою жизнь сохраните, но свое сердце сохраните, не допустите в сердце своем какой-то обиды, какого-то разочарования». И это нормально, когда мы иногда злимся. Не то, чтобы это прям нормально, но это такое время. Соломон сказал «Всему свое время». Есть время воевать, есть время строить, есть время любить, есть время не любить, есть время обниматься, есть время уклоняться от объятий. То есть есть всему своя реальность. Но, как вчера мы разговаривали с Леоном, есть определенные столпы, которые в любой реальности могут спасти наши жизни. И об этих столпах я бы хотел немножечко поговорить сегодня. Что нам нужно в нашу жизнь такого, что может помочь нам устоять в любых штормах, в любых обстоятельствах, потому что иногда ты утром просыпаешься, и ты понимаешь, что твоя реальность изменилась, но есть что-то, что никогда не изменится. Это написано в Галатам, 5 главе, 22 стихе. «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и вера». Вот что-то есть такое, знаете, как якорь у корабля, что-то такое, за что зацепиться. Я скажу вам небольшой пример из моей жизни. То, что я, когда что-то вижу, что забирает мою радость, независимо это работа, общение с кем-то, еще что-то, не важно что, абсолютно не важно. Когда я вижу, что радость уходит, значит, я понимаю, что вместе с радостью уходит и вера, уходит и милосердие, уходит любовь. То есть, если я что-то одно отсюда уберу, то я терплю урон. Может быть, у кого-то есть плод любовь, и вдруг вы видите, что что-то поменялось в твоем сердце, а если ты что-то одно уберешь, то уберется и все остальное. Мы не можем что-то убрать из этого, из этих столпов, потому что мы потеряем поражение. Наша жизнь, наше сердце, оно может, ну, оно в нем может зародиться что-то, что мы потом, оно нам не даст спокойно жить. Знаете, как говорится, есть война войной, а обед по расписанию. Вот примерно так же нам нужно воспринимать новую реальность. То есть, есть всему свое время. Иногда мы не любим тех соседей, и я мягко выражаюсь, что мы их не любим, потому что они действительно пришли с мечом, когда мы спали, когда мы ничего не подозревали. Они сделали плохое дело с нашими братьями, с сестрами. И мы иногда, когда вспоминаем это, мы не можем вычеркнуть это из нашей памяти, но Господь говорит, ты не можешь жить всегда в ненависти. Есть время, когда мы злимся на них, но в этом, как говорится, война войной, а обед по расписанию. То есть, мы можем злиться, мы можем идти что-то делать, говорить, что-то такое в нашем сердце, но иногда нашему сердцу нужен покой. Иногда в нашему сердцу нужен покой. Нам нужно иногда остановиться, встать на колени, помолиться. Это то, что мы можем делать в любой ситуации, то, что мы должны делать в любой ситуации. Мы не можем читать постоянно новости, ждать что-то плохого, что-то быть в курсе, чего-то остального. Мы не можем так делать. Это может день, два, три. Оно высушит тебя, оно уберет отношения твои с Господом. Что-то стало между тобой и Господом. Есть тому место, но оно не должно всегда владеть твоим разумом и твоим сердцем. Мы не можем изменить. Нас посадили в эту новую реальность, и в этой новой реальности есть также что-то постоянное. Есть также что-то постоянное. Есть радость, есть мир, есть любовь. Этому всему надо дать место. Конечно же, я это отношу к нам, друг к другу, к семье, потому что иногда, может быть, когда ты постоянно думаешь о чем-то негативном, ты можешь негативно обидеть тех, кто рядом. Случайно, не думай об этом, потому что ты мыслями улетел. Но если в твоих мыслях будет любовь, милосердие, то тех, кто рядом, они тоже увидят, потому что все переживают, нет такого человека, нет такого еврея, который не переживал бы, как мы все переживаем. Есть что-то новое, что пришло в нашу жизнь. И иногда я себя ловлю на мысли, что-то в моем сердце произошло новое, но всему есть свое время. Оно выплыло, но иногда нам нужно впускать Божью благодать в свое сердце. мы не можем жить всегда в этом, думать, что что-то плохое произошло, и это будет всегда. Мы не можем жить в страхе, в суете, в смятении. Мы не можем жить без любви, без радости, без мира. Это как столпы, которые должны быть всегда в наших сердцах. Если что-то одно уходит, есть время, когда это уходит. Да, есть время радоваться, есть время не радоваться, есть время любить, есть время не любить, есть время делать милосердие, есть время не делать милосердие, но ты не можешь жить всегда в плохом, в чем-то. Ты не можешь жить всегда без любви, ты не можешь жить всегда без милосердия, ты не можешь жить всегда в страхе, ты не можешь себе это позволить, потому что еще сказал, возьми свой меч, сохрани свою жизнь. А наша жизнь, она зависит от нашего сердца. Наша жизнь, она зависит от того, что мы пускаем в наше сердце, что выходит из наших уст. Наша жизнь, она зависит от этого. И многие вокруг нас, они зависят именно от вас. Они смотрят на вас, они ждут от вас поддержки, а вы иногда не можем им дать, поэтому иногда нам нужно овсака от новостей, от переживаний. Мы не можем жить только в одной реальности. Всему свое время. Написано, что унылый дух сушит кости. Это про депрессию, про страх. Вот медицина доказала тоже это сейчас, хотя это сказано давно. Мы не можем жить всегда в унынии. Да, произошло что-то новое, что-то нас куда-то, мы проснулись в другой реальности, но унылый дух сушит кости. Если ты не понимаешь, что такое возьми свой меч, защити свою жизнь, то, пожалуйста, пойми это. Потому что если ты видишь сильно долго, что ты пребываешь в депрессии, сильно долго, ты пребываешь в чем-то негативном, пожалуйста, остановись, защити свою жизнь. Для Господа важна твоя жизнь. Мы не можем опустить руки и сказать, ну все, идет враг с автоматом, а ты с крестом на него. Это глупо. Зачем? Зачем? Защити свою жизнь, выгони из сердца негатив, выгони из сердца депрессию, выгони ее, стань на страже, стань сильным. Мы не можем завидовать, мы не можем допускать какую-то злость в сердце. Есть в таком время? Есть. Да, сейчас мы просыпаемся, и мы уже немножечко привыкли, но первое время, когда это было 8, 9, 10, в эти начала войны, мы просыпались вообще в другой реальности, мы не могли понять, мы готовы были, может быть, и пойти туда же и просто отомстить, я не знаю, что, только кто-то наоборот опустил руки, у каждого своя была война, но возьми свой меч. И вот эти ученики, они проснулись утром и увидели, что что-то не так. Они делали все так же, как делали вчера, как делали позавчера, но их никто не позвал на ночлежку, они первую ночь ночевали на улице в холоде, под дождем, они просыпались, они шли опять, проповедовали, молились, вроде бы люди подходили, но никто их не звал на обед, никто им не дал одежду новую, когда у них порвалось, никто им даже зонтик не открыл во время проповеди. Они не могли понять, пока они не дошли до Иерусалима, это взяло время, пока они не увидели апостолов и сказали, что происходит, мы делаем все, как нам сказал Господь, но что-то не так. И они им сказали, ну, теперь новое время, новая реальность. они, ааа, все, теперь мы поняли, теперь мы поняли. Вот, Господь, Он говорит нам, иногда приходит новое, конечно, не всегда новое лучше, чем старое, но у нас нет выхода, мы идем, наша жизнь, она течет, кто-то женится, рождаются дети, я не хочу плохих примеров приводить, но что-то происходит в нашей жизни, и иногда эта реальность, она меняется, и нам нужно взять что-то новое, и мы не можем жить по-старому в новых правилах. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, это то, что должно быть, это то, это эти столпы, которые должны быть, если чего-то одного нету у тебя, это практически нет всего, это практически нет всего, мы не сможем забыть то, что произошло, это может оставаться долгие годы в нашей жизни, и может быть всю жизнь какое-то что-то произошло, какая-то новая реальность, и эта смена реальности, она неприятная, когда этих учеников никто не позвал домой, они не могли понять, может быть, кто-то бросил все и ушел домой, а может быть, кто-то встал и делал, и постоянно спотыкался, что-то падал, новая реальность, она пришла в их жизнь, и это будет продолжаться, да, это, ну, сейчас так идет, вы знаете, у меня был друг с детства, и вот мы дружили с ним, он приходил к нам домой, мы общались, уже я стал читать Святые Писания, он все равно приходили, мы общались, я ему говорил, но однажды он зашел, когда меня не было дома, то, что он знал, где ключи лежат, и украл деньги, которые я на съем квартиры приготовил, и я пришел вечером с работы, вау, нет денег, я все понял, кто это сделал, потому что только он был моим, ну, он знал, где это все лежит, потом он через время пришел ко мне, позвонил, прости, ой, прости, что-то я это, то, хотел, то, не помню, отдал он мне деньги или не отдал, может быть, Лена помнит, но отношения изменились, я его уже не звал дома, мы общаемся до сих пор, мы общаемся, мы с детства с ним выросли, да, его что-то там заклинило, но я его уже не зову домой, мы не можем забыть то, что произошло, если вы думаете, что вы забудете, то, что было 7 октября, через год, через два, через три, или забудете, что была какой-то печаль, когда ты пришла в твою жизнь, ты не забудешь его, ты не забудешь печали, но как ты будешь жить? Если ты будешь всю жизнь жить в этом прошлом, что произошло, оно убьет тебя, мы не можем жить постоянно в печали, постоянно в депрессии, постоянно в слезах, потому что Господь сказал, не надо, да, есть время, когда мы можем, не можем, а нужно, Экхристиан сказал, иди в дом плача, потому что это полезно, ты не можешь всегда ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, быть всегда на одной волне, потому что есть другая волна, и наша жизнь, она как, не знаю, когда сердце проверяет, вот так вот, но что я могу сказать, я видел один ролик, который действительно мне понравился, когда наша жизнь, она у всех такая, волна, волнами идет, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, и где ты ставишь свои точки, если ты циклишься на то, как ты внизу был, внизу, 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 а, ой, сейчас все хорошо, а, я все равно опять будет внизу, о, внизу, я так и знал, только все хорошо, а, все равно все будет плохо, о, я же так и знал, как ты живешь, или наоборот, когда тебе плохо, ты говоришь, все равно, я пройду это, я встану, Я преодолею это все. И вау, я же так и знал, что будет все хорошо. Ты не думаешь, что все равно что-то будет в твоей жизни, что принесет тебе разочарование, неудачу, еще что-то. Ты не можешь думать, что ты всегда будешь успешным. Ты не можешь быть всегда во всем успешным. Но дай Бог, чтобы это так и было. Но на чем ты, где твои точки соприкосновения? Вот они, пять столпов, которые должны быть в нашей жизни. И если вдруг ты понимаешь, что ушла радость из твоей жизни, что ты сейчас находишься в депрессии, то просто не циклись на этом, а надейся, верь, молись, что все-таки выйти из этого, стать опять на ноги свои ровно. Не циклись на плохом, потому что плохое, оно никуда не уйдет. Оно будет, к сожалению. Господь сказал, все, что обо мне, подошло к концу, и придет что-то новое. Экклесиас сказал, всему свое время. Есть время одно, есть время другое, есть время одно, есть время другое. Не может быть всегда ровно. Женя много раз говорил, Леон, ни одно собрание, что мы должны смотреть в свое сердце. Да, мы без новостей сейчас никуда не можем деться. Мы читаем новости, мы с утра их читаем. Но иногда война войной, а обед по расписанию. Оставь все это, пойди в тайную комнату, помолись, потому что эти столпы, которые держат твою жизнь, если ты их оставишь, то тогда твоя жизнь, она будет всегда в новостях, внизу, внизу, внизу. А новости ничего хорошего нам не несут. И не из-за того, что они плохие, а из-за того, что так построена новостная политика. Потому что вдруг какой-то ученый выявил, что люди больше реагируют на негатив, чем на позитив. Поэтому новости, хорошие новости, их очень много. Чудес на самом деле очень много. Бог хранит Израиль. Это просто... Я не могу сейчас об этом долго рассказывать, но мы видим, мы знаем многие чудеса. Но это невыгодно показывать новостным каналам. Им надо вгонять в депрессию. Почему? Это они знают. И Бог знает. Но хочу ободрить вас. Молитесь. Читайте Писание. Поднимайте свой взгляд наверх. Бог с нами. Бог защитит свой народ. Возьми свой меч. Встань на войну. Выгони из сердца своего депрессию. Потому что если это не сделаешь ты, то депрессия убьет тебя. Вот не будет такого, что она сама собой пройдет. Нет. Тебе надо встать и выгнать. Но не пройдет само собой. Злость не уйдет сама собой. Тебе нужно встать, взять место из Библии и читать его. Делать добрые вещи. То есть делать что-то другое, делать вот что написано. Эти столпы, они в любой ситуации. Это как якорь, когда шторм идет, корабль кидает. Ну, чтобы он не съехал и не разбился об скалы, кидают большой якорь. И он тормозит этот корабль. Шторм прошел. Корабль остался. Если нет якоря, кораблю не выжить. Можно. А так, Бог меня сохранит когда-нибудь. Дай Бог. Возьми свой меч. Защити свою жизнь. На этом я закончу. Я расскажу еще одну историю. Ладно. Закончу, чтобы не на немножечко вас. Это была такая история. К Леону пришел парень и говорит, Леон, что мне делать? Мне... Ну, я условно сказал, Леон. Что мне делать? У меня все плохо в жизни. На работе меня не повышают. Меня никто там не замечает. Жена меня не уважает. Дети вообще меня не слушаются. И Леон, ну, как мудрый пастырь, сказал, возьми вот надпись, не всегда так будет. И повесь на зеркало. И каждое утро читаю эту надпись. И... Ну, тут, ну, ладно, взял, ушел. Потом пришел через 3-4 года к Леону. Опять говорит, Леон, помогло. Помогло. Ты знаешь, меня на работе заметили. Меня повысили. Я стал начальником. Мои дети меня слушаются. Жена любить стала. Все супер. А Леон, как мудрый пастырь, говорит, ты надпись не убрал, он мне... Ну, читай ее каждое утро. Друзья мои, не всегда все будет плохо. С миром Божьим! Шаббат! Шалом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...